у нас анюта вот молодец подписалась анюта пишет от 11 сентября движемся уже да здравствуйте огромное спасибо за ваши ответы в каждом находишь полезное что-то для себя очень интересно узнать от вас о последовательности с которой нужно давать знание ребенку что объяснять первым а что стоит давать на потом чтобы хотелось бы побольше таких видео так заранее прошу прощения за длинную речь как обычно слушаешь одно а из этого вытекает море вопросу дочки 11 месяцев в 9 месяцев невролог напугала меня начав спрашивать сколько слов говорит ребенок опять все одно и то же речь и речь да я сказала ни одного осознанного бах тарарах так далее для слова не считаем она очень навязчиво переспрашивала намеками что это не норма до поймите у старых с ссссрского неврологов норма до чтоб к в году у ребёнка там что-то появилось полтора чтоб она вам уже чайковского ковского hoje и kobung щековского читал но ну я так считаю что норм уже съехали однозначно съехать дети но но в полтора вот у меня где то около 80 детей в клубе один вот новенький пришел вот в этом заходит полтора года, что ли, в год-то 7, в год-то 8, не помню, как ребенка зовут, прям рот открыл такой, мама, куда мы пришли? Я говорю, стоп, я говорю, сколько вам? Муха прям сразу среагировала. Она говорит, а что такое? Я говорю, только баба, вы же говорите, я говорю, сейчас там вся группа покусает, у них сейчас же, им же сейчас плохо станет от того, что шестой ребенок вдруг разговаривает, причем так, мама, куда мы пришли, прям вот по-человечески, остальные все молчат, вот в два с половиной, да, начинают, я не знаю, с чем связано, это нужно проводить исследования, не задавайте мне этот вопрос, не знаю, честно, не знаю, экологии ли это, или от того, что на всем готовом дети растут, от того, что, может быть, их в три месяца не отдают в ясли, как вот мне бабушка рассказывала, что мать мою уже в три месяца она отдала в ясли, и каждые три часа бегала, да, кормила грудью, с завода ее с энергомаш отпускали, она бегала кормила туда, может быть, там детям приходится выживать, да, орешь, орешь, никто тебе не помогает, приходится вставать и что-то делать, да, может быть, потому что дети все во дворе бегали, лазили, копались, секретики делали, палка у них была, это и это, ну, и у нас тоже самое, это и это, и настройка куда-то и туда, мы картошку наворовать, и там что-то поджечь, сейчас дети вот все за ручку, на всем готовом абсолютно, игрушки тоже раньше, приходилось игрушки самим делать, правильно, из тряпочки что-то навязали, что-то из дощечек там приклеили, вот тебе уже фантазия развивается, воображение, это у меня, вот это, вот это, сейчас все готово, я не знаю, одни предположения, но почему речь съехала, это надо мне, может быть, неврологу вопрос задавать, может быть, какой-то коллеги, коллеги специалистов и неврологов, и психологов, и кого-то, и логопедов, ну, вот, несложно ответить на этот вопрос, но в 11 месяцев пугать, что нет речи, это прямо это преступление, считаю. Так, она очень навязчиво переспрашивала с намеком, что это не норма, ей надо в карте написать, что хотя бы два слова, сказала, у кого-то все месяцев уже болтают, вы что-то отстаете, сейчас говорит только мама, на все лады, с разными интонациями, сколько она сказала? Точки 11 месяцев, ну, вообще, чудеса. Так, вы что-то отстаете, баба говорит просто как слоги, я считаю, что врач у нас небольшого ума, нормально ли все, ну, вот, в общем, я сказала, да, или это я заблуждаюсь. Еще вопрос, в 10 месяцев дочка пошла, за 2 дня научилась делать 7 шагов, видите, даже раньше у вас срока пошла, потом резко перестала, становится на четвереньке, ползет, ну, не готова, значит, еще чувствует, то есть, ребрек, что мы еще не готовы к этому, пусть ползет в год же у нас норма, потом резко перестала на четвереньке, это нормально, или она может испугаться чего-то, не пойму. Ну, да, пошла, может быть, силы какие-то почувствовал прилив, может, массаж сделали, и у нее вот прилив какой-то пошел, потом ослабление пошло, может, качнул, да, может, качнул, может, где-то хлопнулось, ударилось, и пошла вот такая вот осторожность, дай-ка вот еще поползаю, у вас вполне еще есть время для ползания, а ползать это очень полезно. Не проползаетесь, будете коряво писать в школе, это напрямую связано, потому что сейчас у вас работают две руки попеременно. Наползаться надо прямо очень хорошо, и это очень полезно в будущем вам отразиться, ну, плюсиком таким будет. Так, не пойму, еще насчет того, что вы говорили, что малыши брезгливые, и если лезут в какашки, это уже нарушение. Помню не принимать на свой счет. Но девочка, если срыгнула или подписывала на пол, начинает, ваша вовсе нормальная. Я говорила про трехлетних, осознанных, когда ребенок уже взрослый, он уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, это ближе к трех годам, и сидит в какашке, ковыряется, вот здесь уже нужно задуматься. Ваша пока исследует, а у нее еще нет пока брезгливости. Нет, это еще маленький возраст. До какашек, конечно, не добрались, нормальная. Но все же нормально ли для нашего возраста? До этого как-то не задумывалась. Нормально. Старшие, когда взрослые, вот ковыряются в этом, это плохо. Еще вопрос. Практически не играть с игрушками. Поиграет и начинает ползти по шкафам. Все правильно, потому что в его возрасте в основном двигательная активность. По всей квартире пристает к собаке, которая уже не знает, куда спрятать свои игрушки в кровать и себя заодно. Ну ладно. Мама говорит, это потому что я даю все игрушки, а нужно дать одну, и тогда у нее не будут разбегаться глаза. Но, по-моему, так тоже не работает. Но здесь нужно пробовать. Кому-то много нужно, кому-то одну. Развивашки пока не понимает. Интереснее бытовой предметы. Правильно, до полутора лет вполне вообще можно. Кастрюлями, сковородками, половниками. Какая крышка, какой кастрюльки подходит. Сложили в кастрюльку, закрыли, открыли. Смотри, мама лук вместе с дочей одинаково одеты. Прикольно. В основном, да, бытовуха. Лазить, открывать, закрывать, хлопать, доставать, опять складывать. Да, да. Тоже помню, дочка так делала. Уже не знает, чем ее занять. И ловлю себя на мысли, что мне скучно, я деградирую. Делать какие-нибудь коробки. Пусть она из этих коробок достает, складывает. В каком-то виде я говорила, что с годовасиками делать. Где-то мы говорили, да. В основном, они все достают и в основном все складывают. Вот где-то говорила, посмотрите там по видео. Мучает совесть. Не могу уткнуться в телефон и просто поглядывать, что... Мам, могу уткнуться в телефон, ну и поглядывайте. Конечно, если ребенок занят, чем себя занят? Чего рядом-то сидите? Поглядывайте. Если вы не будете в телефон поглядывать, вы с ума сойдете. Разгружайте себя, конечно. И читаю, складываю домики из брусков, кубиков, рассказываю, показываю, ничего неинтересно. Телефон, ну, поглядывать. Поглядывать. Она и говорит, что это поглядывая в телефон. Нет, потому что некоторые из телефона... И забыли про ребенка. И нет детей. Или есть там, да, иди ты там. Ну, здесь девушка мучает с совестью, что она периодически в телефон. Если ребенок занят, да, ребенку надо обязательно давать еще время для сопоставительной деятельности. Она, если вы будете постоянно с ней говорить, куда, чего, зачем и почему, она привыкнет к тому, что информацию добывает не она сама, а вы постоянно ей на блюдчике все это приносите. Конечно, поиграли, сорганизовали какую-то деятельность. Вот кубиков ей надавали, видите, что она что-то там делает с этим кубиками. Астрагируйте чуть-чуть, побудьте рядом, посидите, понаблюдайте, посмотрите. Пусть она сама закономерность такой пройдет, что кубик на кубик поставила, рухнула эта башня, да. Еще раз поставила, поставила, опять рухнула. Или можно толкнуть, она рухнула, да. Пусть ребенок сам тоже добывает информацию, а у вас есть минутку, да, посидите в телефоне, почему бы и нет. Вот, мама тоже должна быть счастливой и отдохнувшей. Так, читаю, складываю домики из брусков кубиков, рассказываю, показываю, ничего неинтересно, чем же ее занять. Или гнуть свое и когда-нибудь заинтересуется. Показываю мультики «Малышарики», хоть и рановато. Там рассказывают про горшок, про много один цвета, форм, спереди, сзади, что это интересно, аж визжит от удовольствия. Больше ничего так не интересует. Ну, еще и собака. Битая собака. Ну, пробуйте, пробуйте пирамидки. По вашему возрасту сейчас что-то надевать, какие-то крышки открывать, что-то доставать и опять туда складывать. Может быть, рука, чтобы с усилиями куда-то прошла. Можете, картонные коробки от обуви, дыры какие-то нарезать, пусть она туда лазит, достает или что-то складывает. Такие какие-то простецкие совершенно игры, ничего такого прям сильно мудреного не нужно. Вам нужно вот крупный какие-то строительные материалы в виде кубиков, пластмассовых, деревян, чтобы друг на друга ребенок складывал, ставил и разрушал. Или что-то откуда-то чего-то доставал. Пирамидка также можно. Не обязательно ее... Нет, неправильное слово, не обязательно. Не нужно ее собирать от большого к малому или к малому от большого. Достаточно просто вот на стержень нанизывать. Ну, что-то элементарное. И вполне достаточно, что вот по квартире играет. Вот все у вас из комода шмотки вытащил. Это очень-очень-очень-очень полезно. И ползает тоже замечательно. Качайте ребенка на футболах, вот на этих вот мячах, вот прыгайте, по ним катайте. Ну, в основном это физиология сейчас тела и предметы вокруг ребенка. Все нормально. А вот по поводу... Расскажите, что сначала, а что потом. У нас с вами было видео. Поднимите, пожалуйста, у нас... Или мы, или ты ссылку прикрепишь. Значит, у нас было видео, что должны годовасики знать. Всем не понравилось слово должны. Но должны... Ну, наверное, я неправильно выразилась, раз народ так забунтовался. Конечно, не годовасик это должен знать. Это, конечно, мы взрослые должны знать, что нам преподносить годовасиков в год или там в полтора-два года. Мы, по-моему, видео записали для полуторалетних, да? И от двух до трех, по-моему, у нас видео есть, да? Все просят от трех до четырех, но руки пока не доходят, но дойдут. Если вы нас не хотите ждать, пожалуйста, опять же, есть видео, Жень, прикрепи, пожалуйста, ссылку, где мы перечислили все книги по программе детского сада. Что должен ребенок знать в том или ином возрасте. Вот, пожалуйста, мы там по возрастам все раскидали. С двух до трех. И это, пожалуйста, там скульптура, математика, развитие речи, ИЗО, да, там, по-моему, все есть. С двух до трех. Такие-то книжечки купите. Они в этом, в Майшопе или где там стоят вообще по 70-80 рублей. Зато вы меня не будете ждать, прочитайте и будете знать, ага, в этом возрасте вот об этом говорите, в этом возрасте об этом. Там очень легко, подробно с занятиями прям все расписано. Все. Анют, не волнуйтесь, все хорошо. У вас замечательно. Дочь растет. Прислушивайтесь к ребенку. И все замечательно. Анюта от 11 сентября.